Давайте я напомню, чем мы закончили. Значит, Йенсен для условных средних. Выглядит это так. Выпуклая функция от условного мат-ожидания оценивается через условное мат-ожидание от композиции. Значит, В выпуклая. Ну вот мы закончили на том, что я предложил это доказать каким-нибудь способом. Ну и вот указал стандартный способ. Это делается сначала для функций простых, ну а потом, если это для простых верно, зато с помощью приближений распространяется. Но это стандартный способ. А другой способ я предложил такой. Просто проверить это, попытаться проверить это по определению. Ведь тут что нужно, значит, смотрите, что такое неравенство для условных мат-ожиданий для функций. Это значит неравенство для интегралов по множествам из сигма алгебры. Поэтому такой как бы напрашивающий способ проинтегрировать по множеству и пытаться применить обычного Йенсена. Но я потом стал в электричке это обдумывать и понял, что таким способом, наверное, не сделаешь. Ну вот не знаю, может быть, у кого-нибудь из вас так получилось сделать. Никто не думал над этим. Ну вот попробуйте, это любопытно, можно ли так сделать. Ну а стандартный способ такой. Значит, сначала для простых, потом для ограниченных измеримых, потом для всех. Но эти дальнейшие шаги рутинные. А давайте посмотрим вот этот первый шаг. Почему? Ну тут уже понятно, что если для каких-то функций верно, и они равномерно сходятся, ну в пределе получится. А для общих, ну там можно монотонные устаревать пределы. Это, значит, уже рутинная вещь. А вот давайте посмотрим, как это сделать для простых функций. Значит, смотрите. Значит, кто такая простая функция? Значит, простая функция — это линейная комбинация нескольких индикаторов, множеств измеримых. Но, конечно же, не обязательно из подсигма алгебры. У нас ведь какая ситуация? У нас, значит, подсигма алгебра, значит, она часть большой сигма алгебры, и функция измеримая относительно вот этой большой. А если бы функция была измерима относительно А, то тут вообще делать было бы нечего, потому что тут тогда условное мат ожидания совпадает с самой функцией. Так, поэтому содержательно это становится, когда функция как раз Ф относительно А неизмерима, а измерима относительно большей. Так. А, и вот тогда, значит, для такой функции как выглядит условное мат ожидания? Ну, условное мат ожидания, это, очевидно, будет вот что. Значит, это из-за линейности. Значит, константы вынесутся, и здесь будет стоять вот что. Значит, вот так выглядит условное мат ожидания. Давайте теперь заметим, что сумма индикаторов множеств, да, 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 я забыл сказать, ну, тут я имею в виду, конечно, что они дизъюнктные. Так, значит, они дизъюнктные, так, эти множества. Так, всегда можно простую функцию записать с помощью дизъюнктных множеств, значит, перечислив все ее разные значения. Значит, смотрите, что у нас есть. У нас поточечно, поточечно, вот это, раз это разбиение пространства, то сумма их индикаторов поточечно, тождественно равна единице. Поэтому, когда мы переходим к условному мат ожиданию, то для условного мат ожидания получается вот такая вещь. и, значит, и bb1, и bn. Значит, вот это равно единице почти всюду. Так, ну, конечно, конечно, здесь тоже, как всегда для измеримых функций, тут, конечно, неравенство, конечно же, тоже почти всюду. Значит, смотрите, от единицы условное мат ожидания единицы. Но условное мат ожидания, как мы помним, это не одна какая-то функция, это целый класс, там измеримых между собой функций. Ну, конечно, когда у вас это верно почти всюду, ну, можно заменить на версии, так, что будет просто всюду верно. Вот, значит, смотрите, какая тут оказалась интересная вещь. Значит, еще с учетом того, что вот эти неотрицательны, смотрите, что у нас получается. У нас получились, ну, при каждом иксе, при каждом иксе, когда это неотрицательно, и это единица. Это, значит, просто числа неотрицательны, суммы единицы. Так, и тогда получаем, что почти всюду, почти всюду, ну, то есть, всюду, где сумма единица, и они неотрицательны, а это все почти всюду выполнено. А у нас тут стоит, вот тут стоит выпуклая комбинация чисел. Так, вот здесь стоит, видите, выпуклая комбинация чисел. Поэтому получается V, ну, вот от того, что тут написано, так, значит, функция V выпуклая. Это значит, что когда аргумент есть выпуклая комбинация, значит, чего-то, то значение оценивается выпуклой комбинацией, ну, этих чего-то. И поэтому получается, значит, из-за выпуклости получается вот такая вещь. Сейчас, только я не те числа стал вставлять, а наоборот, вот эти числа, они умножаются на значения, вот так. Потому что, значит, эти значения, ну, берется их выпуклая комбинация. Значит, поэтому вот как раз вот эти вот условные матожидания, они, значит, выступают как коэффициенты. Так, видите? А что же такое написано в правой части? В правой части как раз написано условное матожидание тоже простой функции V от F. Потому что F принимало значение там, C1, Cn на каких-то множествах дизъюнкных, а V от F соответственно принимает значение на этих же дизъюнкных множествах, но другие значения, ну, в которые, значит, в V подставили значение F. Но это и есть, это тоже простая функция, и точно так же вот эта сумма, это и есть ее условное матожидание. потому что V от F значит, кто такое V от F в этом представлении? А в этом представлении это такая же штука, но тут вместо C-шек появились V от C-шек. Ну вот, так что, видите, получается, что для простых функций это более-менее следствие непосредственно, можно сказать, следствие выпуклости, определение выпуклости, у нас такое определение выпуклости функции, можно считать, вот, а дальше, значит, дальше от простых к ограниченным равномерный предел, а от ограниченных к неограниченным, ну, вот с помощью срезок там дальнейший предел, но это, но это я уже не буду на этом останавливаться, это такое уже, так сказать, а? при предельном переходе в каком месте? Нет, нет, но почему же от простых к ограниченным как раз все окей, потому что представьте себе, что f-ы равномерно сходятся f-н-ы, ну, вот пусть для f-н-ных это верно, и f-н-ы равномерно сходятся к f, но тогда композиции будут равномерно сходиться, выпуклое функция, она же непрерывна, а и f-н-ы тогда в этом случае принимают значение ну, в каком-то отрезке, а? Нет, ну как, если функции сходятся равномерно, то с предельным переходом под интегралом проблем не возникает, так что смотрите, если, если, ну, значит, давайте вот это я уберу, значит, с этим закончили, значит, смотрите, если f-н-ы равномерно сходятся к f, так, то v от f-н-ых равномерно сходятся к v от f, так, дальше, из сходимости равномерной функции следует, ну, вообще, если f-н-ы сходятся равномерно к f-н-ы то из свойств мат, из свойств условных средних следует, что и условные и средние тоже равномерно сходятся, так, так что, так что, значит, ну, поскольку всякую ограниченную измеримую можно равномерно приблизить простыми, то для ограниченных все окей, так, вот, больше забот может доставить следующий случай, смотрите, какой следующий случай, следующий случай, когда вы это знаете для ограниченных всех измеримых, так, а функция f у вас неограниченная, вот так, вот тогда как быть, вот тогда возникает такой вопрос, так, если функция f уже не обязательно ограниченная, так, а, значит, ну, тогда, разумеется, в этом случае требуется, чтобы она была интегрируема, конечно, и чтобы вот это была интегрируема, потому что, если вы выпуклую подставили ограниченную, она может перестать быть интегрируемой, ну, например, была у вас f интегрируемая, а f в квадрат нет, вот вы ее в квадрат подставили, потеряли интегрируемость, поэтому в этом случае, конечно, дополнительно требуется, что это тоже интегрируемо, Вот, тогда вот это, тут уже равномерными переходами не обойтись, тут равномерными переходами не обойтись, а значит тут это надо отдельно обосновывать. Ну в этом случае, в этом случае используются стандартные срезки, в этом случае функция обрезается, ну значит сначала замечаем, что равенство в силе, когда функция заменена на такую, там где была от минус n до n, она прежняя, там где она больше n, а n делаем принудительно, а там где меньше минус n, делаем минус n принудительно, так, для таких верно, ну и после этого, после этого надо проверить, ну давайте это не будем делать, потому что это нас как-то совсем уведет, значит куда-то в прошлый семестр в интегралы, в этом случае надо проверить, что будет по-прежнему сходимость, так, это, вот этот последний шаг, это, ну действительно надо проверить. Ну в этом случае смотрите, что получается, когда вы функцию так заменяете на такие срезки, так, ну вот давайте я их напишу, значит на такие заменяете, значит f это, если f по модулю меньше либо равно n, n, если f больше n, и минус n, если f меньше минус n, вот на такие заменяете, то такие функции сходятся к f в l1, так, значит они в среднем сходятся. А v от них, v от них сходятся тоже в среднем к v от f, ну это в общем довольно легко проверить, так, и поэтому нам нужно еще воспользоваться тем, нам нужно воспользоваться таким, значит, таким, значит, свойством, ну, это свойство вытекает из того, что мы обсуждали. Если fn-ные сходятся в l1 к φ, то условные мат ожидания сходятся в l1 к условному мат ожидания, еще нам такое свойство. Ну, это свойство вытекает из того способа построения условного среднего, который мы обсуждали. Значит, мы обсуждали, что интеграл, ну, мы обсуждали, что среднее, взятие условного среднего, это такое на пространстве l1, это такое сжатие, оно норму не увеличивает. Поэтому следствием того, что, значит, у нас, смотрите, условное среднее, это такой линейный оператор на l1, который, ну, не увеличивает норму, так, и на функция х измеримых тождественной. Ну, значит, на самом деле, вот, примерно этим все, значит, и определяется. Вот, и, значит, поэтому получается такое свойство. Ну, тогда, тогда понятно, что можно дальше, ну, тогда вот, можно такими пользоваться и переходить к пределу, вот, с помощью этого соображения в неравенстве. Так, но из Йенсена следует, что условное среднее, что оно сжатие также на всех lp. Значит, следствие, значит, если p, значит, уже не обязательно единиться, так, и f лежит в lp, то тогда условное среднее, условное среднее тоже лежит в lp, и норма, ну, давайте, чтобы нормы не писать, давайте напишем через мат ожидания. Значит, мат ожидания, значит, условного среднего в степени p оценивается через мат ожидания просто самого f. Значит, ну, это надо применить Йенсена к какой функции? Ну, понятно, к какой. Нужно в качестве v от t взять модуль t в степени p. Ну, разумеется, надо убедиться, что это выпуклая функция. Как убедиться, что это выпуклая функция? Ну, например, дважды продифференцировав ее и воспользовавшись тем, что получится неотрицательная производная. Значит, применив эту функцию, ну, собственно, как применяется здесь это неравенство Йенсена? Тут ведь, так, чтобы его применять, вообще-то ведь надо уже заранее знать, что v от f интегрируемо, так? А в этом следствии это часть утверждения, так, видите? Так что, чтобы вот это написать, надо в Йенсене знать, что эта штука v lp, что условное среднее v lp. Вот если мы это уже знаем, то Йенсен говорит, что будет вот так. Но откуда мы знаем, что условное среднее от функции z lp, что она тоже v lp? Но это опять с помощью срезок. Когда мы обрезаем эту функцию вот, ну, вот тем стандартным способом, то что же получается? Получается, что вот те срезки сходятся к нашей функции v lp. И их нормы, их lp-нормы оцениваются ее lp-нормой. Но тогда для них это неравенство можно применять, они же ограниченные срезки. Ну и тогда получается, что... Ну, тут можно, как обычно это делают, когда оценки какие-то доказывают, сводят к функциям неотрицательным. Значит, если функция f неотрицательна, то вот этой части с минусом нет, и просто она по уровню n обрезается. И тогда эти срезки к ней возрастают. Ну и тогда видно, что условные средние возрастают к условному среднему. Ну и поскольку все они v lp ограничены, то предел тоже ограничен v lp. Так что, ну и, значит, в итоге оказывается вот и функция нужная v lp, и норма ее нужным образом оценивается. Поэтому получается, видите, что условное среднее, оно не только на l1 сжатие, как это было по исходному построению, но и на всех lp. Ну, я тут, кстати, исключил бесконечность. Ее, конечно, можно включить. То, что для бесконечности это верно. Ну, то есть, что супремум оценивается, это тоже в базовых свойствах. Так что это тоже верно, конечно. Но тут уже никакой jensen не требуется. Поэтому я тут включил вследствие только то, что реально с jensen связано. Так, теперь, значит, вот этот надо рассматривать, как некое длинное, так сказать, техническое отступление, которое нужно для того, чтобы обсудить оставшиеся два класса процессов. Это мартингалы и марковские процессы. Значит, я вот напоминаю, что в нашем курсе несколько классов конкретных процессов. Ну, самые важные это Виннеровский и Пуассоновский, так? И несколько классов общих процессов, представителями которых Виннеровский и Пуассоновский являются. И эти общие классы, вот у нас был класс процессов с независимыми превращениями, а потом у нас был класс гауссовских процессов, и еще парочка сейчас появятся, вот там как раз, где нужны вот эти условные средние. Для тех двух условных никаких средних не нужно было. Значит, появятся у нас еще сейчас процессы, значит, еще два класса процессов, Мартингалы и Марковские. Ну, и в конце у нас появится, ну, там некий подкласс, но он такой очень специфический, поэтому это отдельно обсуждается, это Марковские цепи и ветвящиеся процессы, это просто отдельные примеры у нас будут. Так что это будет такой, ну, некий такой микс, так сказать, представителей конкретных процессов и конкретных классов. Вот, значит, вот следующий раздел «Фильтрации и Мартингалы». Значит, вот есть основное вероятностное пространство, и есть набор под сигма-алгебр, значит, вот в этой основной сигма-алгебре, так, чтобы подчеркнуть, что это сигма-алгебры некой другой природы, я их буду обозначать другой буквой «Ф», чтобы не путать с основной сигма-алгеброй, даже и без индексов, так. Но при этом давайте предполагать, что «Т» из какого-то множества напрямой, но в действительности для определения Мартингала это не очень важно, и для определения фильтрации, важно, чтобы это множество индексов было упорядочено. Но для наших целей никаких других множеств индексов, кроме как таких стандартных, что это полупрямая или натуральные числа, или отрезок, вот никаких других у нас не будет, кроме этих стандартных. Теперь, значит, говорят, что вот эта вот «ФТ» фильтрация, если «Ф» от «С» содержится в «Ф» от «Т» при «С» меньше «Т». Так, значит, обозначение у меня, значит, да, ну я вот смотрю, чтобы не сойти с обозначений конспекта, потому что тут канонических каких-то нет обозначений, но, естественно, я стараюсь следовать тем, что в конспекте. Значит, смотрите, значит, какой практический, ну вот в большинстве приложений, какой практический смысл этой фильтрации. Значит, «Т», как обычно, символизирует время, множество «Т» символизирует время, а «Ф» от «Т» это сигма-алгебра событий, о наступлении или не наступлении которых до момента времени «Т» стало известно. Вот в большинстве реальных задач и приложений вот такой практический смысл. И вот ради этого все это, значит, и вводится, чтобы обсуждать такие события. Значит, ну и вот определение, значит, процесс, процесс, значит, «КСИАТ-Т» согласован с фильтрацией. Значит, если «КСИАТ-Т» измерима для всех «Т», ну из этого множества индексов. Значит, ну вот банальный пример. Ну он банальный, но, как ни странно, бывает часто полезен. А «Ф» от «Т» это сигма-алгебра, порожденная случайными величинами «КСИС» до момента «Т» включительно. Вот, видите, пожалуйста, получается фильтрация, потому что с ростом «Т» это увеличивается. И по определению «КСИАТ-Т» измерим. Так что вот, значит, часто такой используемый пример. Так, теперь, значит, теперь, значит, ну теперь важное определение. Сейчас, ну раз оно важное, давайте я даже сотру все, что было. Так, теперь, значит, «КСИАТ-Т» это очень важно». Значит, значит, определение. Так, давайте я тоже, чтобы смотрю, чтобы не было расхождений, а прямо в точности буду писать, как, значит, в конспекте. Значит, «Мартингал» относительно фильтрации, ну, фильтрации еще, кстати, иногда называют потоками сигма-алгебр. Если, ну, это, естественно, процесс, так, значит, это, естественно, процесс, так. Значит, если все вот эти входят в «Л-1», ну, то есть интегрируемые, значит, у них есть условные средние. И, значит, да, да, значит, «КСИАТ-Т» согласован с этой фильтрацией. Ну, то есть каждая «КСИТ» измерима относительно этой «ФТ». И условная средняя «КСИАТ-Т» относительно «ФТС» есть «КСИАТ-С» при «С» меньше либо равном «Т». Значит, это приобретает особо наглядный смысл, если эти функции лежат в «Л-2», а не в «Л-1». Так, тогда, я напомню, что когда функция из «Л-2», то условная средняя – это ортогональная проекция на подпространство, ну, вот, значит, измеримых относительно сигма-алгебр функций, так. И тут смотрите, что происходит. Когда мы варьируем, ну, вот этот индекс «С», то это получаются такие возрастающие подпространства в «Л-2». И происходит следующее. Когда вы функцию в момент времени «Т» ортогонально проектируете на подпространство с меньшим временем, так, то должна получиться то, что было у этой функции в этот меньший момент времени, так. То есть такая получается интересная такая спираль, как бы, получается в гильбертовом пространстве. Вот с такими согласованными проекциями. У вас, значит, ну, какая-то кривая, значит, у вас кривая функций, вот это, ну, к «Си-Ат-Т», можно считать, что это такая кривая в гильбертовом пространстве. И у вас еще такая вот кривая сигма-алгебр, там, так сказать, под сигма-алгебр. И они с друг с другом согласованы, вот в смысле этих ортогональных проекций. Когда вы проектируете с большего на меньшее, то получаете функцию в меньший момент времени. Значит, вот простейшие примеры. Значит, вот простейшие примеры. Но они оказываются очень распространенными. Значит, давайте сделаем время. Сейчас, только давайте я посмотрю, чтобы у меня порядок примеров тоже совпадал. Чтобы тоже совпадал с тем, что в концвекте. Ну, это, конечно, не обязательно, но все-таки лучше, чтобы так было. Значит, смотрите, пусть время – это дискретное время, натуральные числа, так? И «Си-Энные», сейчас только давайте будут не «Си-Энные», а «Эт-Энные», независимые случайные величины. Значит, так, ну вот тут я уже, кажется, отошел от обозначений конспекта. Да, ну ладно, не буду исправляться, немножко отошел. Значит, со средними, со средними ноль, так? А «Си-Энные», «Си-Энные» – это их сумма от единицы до «Энн». Ну, вот у меня в конспекте сумма «С-Энн», и «Мартингалл» будет не «Си-Энн», а «С-Энн». Но это тут, в общем, давайте, чтобы не было путаницы. Значит, я раз в определении буква «Си», то и пусть и здесь будет буква «Си». Потому что, смотрите, «Мартингаллом» является не вот эта последовательность независимых, так? А «Мартингаллом» является последовательность сумм, видите, вот этих независимых. Ну, давайте сейчас это проверим, но прежде чем… А? А, фильтрация… Да, совершенно справедливый вопрос. Значит, фильтрация «Ф-Эн» – это порожденная первыми «Эн». Ну, то есть, так сказать, самопорожденная фильтрация. Ну, вообще, эти самопорожденные фильтрации очень часто используются в качестве того, относительно чего меряются всякие свойства «Мартингальные», «Марковские» свойства и так далее. Значит, смотрите, тут еще уместно заметить про терминологию. Что за странное название «Мартингалл»? Ну, в точности не очень понятно, что имели в виду, так сказать, отцы-основатели. Значит, они это как-то не прокомментировали. Но, в принципе, есть, ну, у слова «Мартингалл» есть два таких, так сказать, ну, вот помимо вот этого уже чисто математического термина, то, так сказать, житейских два таких есть значения. Одно – это такое довольно старинное французское значение, это, там, часть уздечки. Ну, имелось ли в виду это отцами-основателями? Ну, не очень ясно. А еще это такое уже более позднее, ну, тоже довольно старое, ну, тоже французское, такое немного жаргонное выражение для стратегии игры, ну, вот такой типа, ну, игры там типа «Орлянки», в которой при проигрыше удваиваются ставки. Ну, вот что они имели в виду, ну, вот не спросишь, так сказать, теперь. Но термин, математический термин, это как раз в отличие от этих, значит, чисто лингвистических, он, ну, не очень старый, ну, вот в 30-х годах он возник. Так, ну, теперь я думаю, что если наугад тыкнуть в интернет, то, скорее всего, большинство ссылок попадет, скорее всего, на этот математический термин, а вот не на те два, ну, так сказать, несколько архаичных. Так, так, значит, давайте проверим, значит, давайте проверим, почему, значит, это, так, значит, проверка. Значит, пусть k меньше n, значит, надо следующее, значит, что когда мы берем, значит, проектируем на fk, то это должно получиться вот это. Так, ну, понятно, что достаточно проверить для предыдущего. Так, значит, достаточно проверить для k, равного n-1. Значит, вот это достаточно проверить. Потому что потом за несколько шагов можно к меньшему прийти. Так, давайте, значит, тогда заметим, что эта штука, это же сумма, так, и в этой сумме, смотрите, кто стоит. Тут стоят, значит, n-1, ну, первые стоят, так, и потом стоит последние, но первые, измеримые относительно вот этой, так, ну, давайте это я подробнее напишу. Так, значит, первые измеримые, поэтому это будет их сумма просто, значит, которая есть по определению предыдущая, так, плюс условное мат-ожидание последней штуки относительно сигма-алгебры, порожденной предыдущими, так, и поэтому нам надо убедиться, что последнего просто нет. Значит, нам надо убедиться, что вот это равно 0. Значит, вот в этом надо теперь убедиться. Но давайте в этом убедимся. Значит, давайте в этом убедимся. Значит, смотрите, значит, что это значит? Это значит, что когда вы интегрируете по множеству а, вот эту, это n, то это должно стать нулем для всех а из сигма-алгебры. Порожденный предыдущими. А как устроен индикатор такого множества? Значит, смотрите, значит, это индикатор множества, ну или лучше сказать, функция измеримая относительно сигма-алгебры, порожденной несколькими. Но, значит, из этого следует, что это есть результат подстановки в некую барелевскую функцию, барелевскую на rn-1. Вот этих функций, потому что множество из сигма-алгебры, порожденной несколькими случайными величинами, ну и вообще функции, измеримые относительно сигма-алгебры, порожденной несколькими случайными величинами, это не что иное, как результат подстановки этих случайных величин, ну этих функций, лучше сказать, в барелевские функции. Когда вы перебираете всевозможные барелевские функции на rn-1 и подставляете в них в качестве аргументов вот эти вот порождающие функции, то это дает вам все измеримые функции. Но тогда, смотрите, что у вас получается. Тогда у вас получается интеграл по омега вот от такой вот штуки умножить еще на вот это. Но вспоминаем, что они независимые. Так, поэтому это получается интеграл вот от этих на интеграл вот последний. Значит, это независимость. Так, значит, вот это из-за независимости. Значит, вспоминаем, что когда случайные величины независимы, то интеграл произведения раскалывается. Тут одна из них это вот эта, а последняя с ними независима, значит, они раскололись. Но интеграл 0, потому что, сейчас, я вот только забыл, я должен был указать, что они, это я, кажется, указал, что они с нулевым мат-ожиданием. Но вот здесь как раз видно, зачем это надо. Здесь как раз видно, зачем это надо, чтобы мат-ожидание было 0. Это как раз ровно для того, чтобы этот кусок пропал. Ну вот, значит, видите, вот важный предел мартингала. Значит, важность этого предела, важность этого примера еще и в том, что многие более общие мартингалы являются пределами таких вот, таких вот дискретных. Это на самом деле такой вроде как игрушечный пример, но он на самом деле вот такой очень типичный из-за того, что пределами таких, значит, можно все описать. Вот, теперь давайте рассмотрим еще один пример. Значит, еще один пример. Значит, давайте рассмотрим, значит, еще один пример. Значит, пример. Значит, пусть кси, ну какая-то интегрируемая случайная величина. Так, значит, пока никакого мартингала нет. Так, но есть фильтрация. Видите, значит, в предыдущем примере не было фильтрации, а был сразу мартингал. Так, и мы под него подверстали фильтрацию. Тут наоборот, пока мартингала никакого нет и процесса нет, а есть только фильтрация. Так, значит, положим, положим кси от т просто равным условному среднему. Так, оно есть, потому что интегрируемое. Значит, это получается мартингал. Значит, это получается мартингал. Но это следует из свойств условных средних сразу. Потому что, когда вы, это мы обсуждали, что если, значит, берешь, значит, давайте, ну давайте посмотрим, почему это следует из условных средних. Из, значит, из, значит, из свойств условных средних. Значит, как это проверить? Тут у меня еще на этот счет, кстати, еще отдельная будет теорема без доказательства. Ну да, ну да, это у нас такое свойство было условных средних. Значит, у нас было какое свойство? Что если одна сигмалгебра вложена в другую сигмалгебру, так, то, когда вы взяли условное среднее относительно меньшей, так, и применили его к условному среднему. Ну, то есть, сначала спроектировали на большее, а потом, значит, спроектировали на меньшее. То это то же самое, что сразу проектировать на меньшее. Ну, оно и понятно. Это вот, ну, это у нас было, но на уровне проекции это понятно. Когда у вас есть замкнутое подпространство, а в нем другое замкнутое подпространство. И когда вы спроектировали на большее, а потом проекцию большего спроектировали на меньшее, это то же самое, что вы сразу спроектировали на меньшее. Вот, поэтому это получается мартингал. Ну, кажется, что это какой-то такой, ну, страшно специальный случай, так, на первый взгляд, что, видите, как-то мартингал получился, видите, из одной случайной величины. Так, но оказывается, что это наоборот, что это почти всегда так. Вот, давайте я вам приведу без доказательства. Ну, доказательство не очень трудное, но оно нас бы в сторону увело. Поэтому доказательства не будет, а как факты, это очень полезно знать. Значит, теорема. Теорема. Пусть Пусть Мартингал Мартингал Кси от Т равномерно интегрируем. То есть, это значит следующее, что, когда вы берете интеграл от Кси от Т по множеству, где Кси от Т больше либо равно Р, и берете супремум по Т таких, то это дело стремится к нулю, когда Р идет к бесконечности. То есть, смотрите, когда одна случайная величина, ну, это понятное свойство, ну, там вытекает из, там, всяких, ну, понятно, простых свойств интеграла. Ну, если угодно, это абсолютная непривность интеграла Либега, так? Но это когда одна фиксирована. А тут требуется, видите, чтобы эта штука стремилась по Т равномерно к нулю. Вот это называется равномерная интегрируемость. Ну, например, из неравенства Чебышева и из неравенства Кси следует, что это верно, если у них равномерно ограничены интегралы от квадратов. Значит, вот если это так, то это условие равномерной интегрируемости выполнено. Тогда существует такая Кси интегрируемая, значит, которая, ну, которая вот дает их как условные средние от одной и той же. Ну, в одну сторону это совсем простое утверждение. В одну сторону это из неравенства Йенсена легко вытекает. В другую сторону, ну, то есть, когда такая есть, то из неравенства Йенсена довольно легко извлечь, что будет верно вот это. Фильтрация какая угодно. Нет, погодите, фильтрация уже есть, ведь у нас уже мартингал есть. Он же мартингал относительно фильтрации. И, значит, так что вопрос, откуда взять Кси, откуда эту Кси взять, вот в чем вопрос. Но в каком-то смысле Кси оказывается их, ну, неким пределом, так сказать. Но у Кси нет такого явного описания. Но оно есть. И поэтому вот этот странный пример, на первый взгляд, какой-то очень технический, он на самом деле большинство реальных мартингалов охватывает. Бывают неравномерно интегрируемые мартингалы, такое, конечно, бывает. Но это надо довольно-таки проявить некое усердие, чтобы построить. Вот в качестве упражнения можете придумать мартингал, который не является равномерно интегрируемым. Тогда он такого вида иметь не будет. Ну, вот, скажем, с дискретным временем, с натуральным временем. Можете такой пример попробовать придумать. Так, вот, но, значит, но, это, ну, некие усилия прилагаются. А в приложениях большинство мартингалов вот даже этому довольно жесткому условию удовлетворяют. Ну, это такое, вот, в этой науке довольно удобное условие, с квадратами всегда иметь дело. Ну, и вот многие конкретные мартингалы этому условию удовлетворяют. Ну, не все, конечно. Но обратите внимание, чтобы проверить... Да, давайте я еще в качестве задачи, значит, упражнение. Ну, это уж вот совсем на Йенсена. Упражнение. Кси от Т, ну, неважно, мартингал, не мартингал, равномерно интегрируемо. Просто семейство, семейство случайных величин равномерно интегрируемо. Тогда и только тогда, когда существует выпуклая функция. Выпуклая функция В, которая растет быстрее... Которая растет... Ну, которая растет на бесконечности быстрее Т. Выпуклая, неотрицательная. Ну, или там, да, выпуклая, неотрицательная. Которая растет на бесконечности быстрее Т. А и такая, такая, что просто ограничены интегралы вот от этих композиций. Ну, вот, в частности, вот это утверждение, что квадратов ограниченных хватает, ну, это простое следствие этого упражнения. Если в качестве В, например, можно взять Т квадрат, годится. Вот, ну, тут, видите, получается... Значит, смотрите, смотрите, как получается. Получается, что Мартингал имеет вид вот очень такой конкретной, полученной проектированием одной и той же случайной величины, в точности тогда, когда можно подобрать выпуклую функцию, ну, быстро растущую на бесконечности, так, что у них окажутся ограниченными интегралы. Значит, ну, геометрически вот это выглядит так. Значит, у вас, ну, вот, в особенности, когда это все в Л2 происходит, то геометрически это выглядит очень наглядно. У вас есть такая вот, ну, так сказать, такая вот кривая замкнутых подпространств расширяющихся, так. Значит, при каждом Т у вас есть некое замкнутое подпространство, и они растут со временем, так. А и Мартингалы, это просто, получается, проектированием фиксированного элемента, ну, вот на эту спираль, так сказать, раскручивающуюся. Вот примерно такой наглядный смысл. Так, теперь, значит, про Мартингалы. Значит, про Мартингалы. Ну, ну, кстати сказать, вот эта теорема, действительно, она не очень просто доказывается, но есть сравнительно простой случай, в котором она довольно просто доказывается. Это вот какой случай. Если время дискретно, если время дискретно, то есть натурально, время натурально, так, то есть у вас-то просто последовательность ксиенных, так, и дано вот это условие. То есть, видите, это, так сказать, частный случай. Вот в этом случае, это ксиен, значит, элементы Гильбертового пространства, и кси, вот это желаемое кси, из них, ну, почти что явно строится, а именно строится так. Значит, смотрите, что у вас получается. У вас получается ограниченная последовательность функций в Гильбертовом пространстве. Так, но, значит, в функциональном анализе доказывается, что из такой последовательности можно извлечь слабосходящуюся подпоследовательность. Так, то есть слабосходящуюся, это, значит, не по норме Гильбертового пространства, а так, что только скалярные произведения будут с фиксированными векторами сходиться, так, ну, как бы координаты, можно так сказать, координаты будут сходиться, а по норме она не обязательно будет сходиться. Так вот, если так сделать, то всякий такой предел, значит, слабый у сходящейся подпоследовательности, он и будет вот этим желаемым кси. Но чтобы это проверить, ну, вот надо воспользоваться этим сведением из функционального анализа. Сейчас, а я вот только забыл, у вас функциональный анализ сейчас ведь еще есть, а не было у вас вот там такого факта, что из ограниченной последовательности в Гильбертовом пространстве можно извлечь слабосходящуюся. А? Ну, в ноябре. Понятно. Ну, то есть это уже с диска стерто. Ну, в общем, нет, ну, в общем, так сказать, вот, то есть этот факт какой-то, который, ну, по крайней мере, так сказать, если даже его и не было, то наверняка будет, ну, в общем, факт понятный. Ну, он, кстати, и доказывается не очень сложно, но это уж точно не, так сказать, предмет этого нашего курса. Вот, теперь, значит, теперь спрашивается, когда Мартингал сходится. Значит, есть, когда он сходится в L1. Значит, теорема, теорема Дуба. Значит, пусть, значит, кси-эн Мартингал относительно, значит, возрастающей последовательности сигмалги. Этот Мартингал сходится в L1, ну, то есть в среднем, тогда и только тогда, когда есть такая функция из L1, что она имеет, ну, что она его порождает. Значит, это равносильно тому, что, ну, вот эта последовательность равномерно интегрируемая. То есть, видите, да, да, при этом, при этом еще кси-энная атомига сходится кси-атомига почти всюду. У нас тут пока не было разговоров про... Значит, у нас пока не было разговоров про сходимости почти всюду, так? Но, 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 то есть, смотрите, получается вот какая картина, значит. А, ну, правда, в этой картине время должно стать дискретным, ну, чтобы говорить про сходящиеся последовательности, так? Вот, вот в этом специальном виде, но он, впрочем, для приложения, конечно, один из самых распространенных, когда Мартингал – это последовательность, то смотрите, что оказывается, что Мартингал сходится в среднем, в точности, когда он имеет вот этот очень специфический вид, так? И при этом есть сходимость еще и почти всюду, но, но, но тут эти сходимости, они не равносильны, ну, ну, вот, если вы там что-то припоминаете из курса интегрирования, то там есть два вида таких основных сходимости – почти всюду и в среднем. Они между собой не очень связаны, так? А если что-то сходится в среднем, то не обязательно сходится почти всюду, ну, там есть, правда, всякие связующие теоремы, что, типа, если сходится в среднем, то можно выбрать подпоследовательность, которая сходится почти всюду, так? А если сходится почти всюду, то не обязательно сходится в среднем, но если еще добавить равномерную интегрируемость, то будет сходимость в среднем, так? Но, вообще говоря, из сходимости в среднем для всей последовательности ничего сказать нельзя, но тут тот случай, когда исходимости в среднем, вытекает исходимость почти всюду. Вот если бы был общий случай, ну, кто-то сходится в среднем, хорошо, тогда есть подпоследовательность, сходящаяся почти всюду, но не вся сама. А тут не надо никаких подпоследовательств брать, сразу вся исходная последовательность сходится почти всюду. Это довольно полезное утверждение. Значит, вот это, ну, можно сказать, основная теорема о сходимости Мертенгалов. Ну, она доказывается не то чтобы длинно, но это явно, так сказать, не умещается вот, значит, в этот, так сказать... А если взять время непрорывное, говорить про направленности, то с L1 все будет так же, а вот с почти всюду уже не так будет. Поэтому, ну, вот, не совсем такая будет теорема. Но вот та часть, которая с сходимостью в среднем, она останется. Так, теперь... Теперь, значит... Ну, вот, значит, сейчас, значит, что-то я еще тут хотел сказать про Мертенгалы. А, вот, значит, вот еще, значит, вот важная вещь. Вот еще важная вещь. Значит, так, значит, вот еще важная вещь про Мертенгалы. Значит, значит, это теорема без доказательства, ее просто полезно знать как факт. Ну, сейчас, вот про Мертенгалы мы сегодня закончим, и будет одна теорема с простым, значит, ну, с простой формулировкой, с простым доказательством. Значит, связь... Связь с процессами с независимыми превращениями. Значит, как только у нас появляются какие-то новые классы процессов, но их у нас немного, то всегда бывает поучительно как-то между собой их скрестить. Так, вот у нас будут, значит, независимыми превращениями гауссовские, маркингалы и марковские. Так, и вот можно много устроить из этого... Ну, вот, мне кажется, почти для всего курса, ну, для присутствующих точно можно устроить такие задачи. Поскрещивать какие-то комбинации из этих четырех. Что получится, так, когда вы, значит, поскрещиваете что-то. Но некоторые скрещивания являются поглощающими, там ничего, так сказать, не происходит нового. А в некоторых случаях при скрещиваниях, ну, что-то такое специфическое появляется. Значит, вот давайте, значит, посмотрим, значит, давайте посмотрим такой пример. Значит, пусть, значит, ксер-т, маркингал, ну, я не пишу вот эти эфки, потому что определение, ну, само за собой тянет. Он, маркингал, не сам по себе, так, а относительно какой-то фильтрации. Ну, например, хотя бы им самим порожденный, так, но надо помнить, что маркингальность это всегда что-то апеллирующее к сигмалгебрам каким-то, так, но для, так сказать, сокращения я не буду полностью все это выписывать, так. Маркингал и кси-ат-т, пусть они в L2, так, значит, это, ну, это, естественно, дополнительное ограничение, потому что в определении маркингала не требуется, чтобы они были в L2, так. Значит, давайте посмотрим, что будет с приращениями. Давайте вычислим, вот я даже хочу буквы использовать, значит, такие, как у меня, значит, в конспекте. Так, значит, давайте сосчитаем ковариацию. Значит, значит, вычислим, вычислим ковариацию. Значит, разности. Видите, мы вычисляем не ковариацию самого процесса, да, а вычисляем ковариацию, ну, приращений, так. А, значит, почему? Ну, потому что, когда мы говорим о процессах с независимыми приращениями, то приращения должны быть независимы, так. Но если они независимы, то они должны быть и некоррелированы, так. А вот сейчас мы намереваемся проверить вот это более слабое свойство, некоррелированность приращений, так. То есть, видите, это не то же самое, что независимость, это немножко послабее, так. Что-что? А, сейчас, да, да, слушайте, вот это хороший вопрос. Я забыл отметить, сейчас, ну, давайте, раз уж я забыл, то чуть позже это сделаем, что у Мартингала, что у Мартингала среднее постоянно. Вот это я забыл отметить, но это мы сейчас сделаем. Значит, давайте, ну, как, ну, давайте сосчитаем, значит, давайте сосчитаем, значит, вот это. Значит, смотрите, что тут получится. Ну, как полагается? Ну, полагается честно перемножать их, правда? Значит, Кси Т4 на Кси Т2, так, минус Кси, значит, Т4 на Кси Т1, минус Кси, значит, Т3 на Кси Т2 и плюс Кси Т3 на Кси Т1. Значит, вот так получается, да? Ну, сейчас, правда, может быть, я зря все расписал, может быть, было даже покороче. Сейчас, ну, давайте, ну, давайте, раз уж расписал, так расписал. Значит, значит, вот что замечаем, значит, значит, замечаем, что Кси Т минус Кси С ортогонально под пространство АФС измеримых. Ну, когда С меньше либо равно Т, так, ну, почему? Ну, потому что у них одна, потому что у них одинаковые проекции по определению Мартингала, у них одинаковые проекции, поэтому разность ортогональна этому пространству, так. А, ну, значит, значит, что, значит, ну, что это дает тогда, так? Значит, давайте, давайте посмотрим тогда, что это дает. Значит, разность ортогональна, ну и что? Ну, да, значит, скалярное произведение нулевое, это, значит, Кси Т минус Кси С на Кси С будет ноль. Так, значит, но из этого следует, что Кси Т Кси С есть Кси С в квадрате. Так, видите, то есть смотрите, что происходит. Когда мы берем ковариацию самого процесса, не приращение самого процесса, видите, то она равна вот этому. А, ну, теперь мы, теперь мы смотрим вот на это и видим, значит, смотрите, значит, что здесь получается. А, значит, здесь, здесь получается квадрат вот этого, так? Вычитается квадрат вот этого, ну, там все с мадожиданиями, да? Здесь меньше Т2, наоборот, вычитается, то есть смотрите, вот этот и вот этот, они сокращаются, так? А и вот этот, и вот этот, они тоже сокращаются, потому что этот будет квадрат этого, ну, он с плюсом, а тут с минусом. Значит, в итоге получается ноль, так? Значит, в итоге получается ноль. То есть, видите, оказалось, что приращение, значит, приращение ортогональное. Так, значит, приращение ортогональное. Значит, итог приращения ортогональное. Дальше, значит, в общем случае, Значит, вот это я забыл сразу сказать, это надо было отметить. Значит, в общем случае Средняя Константа Так Так Значит, откуда это следует? Ну, ну да, но это можно, это можно написать так. Вот это, вот это, это есть Вот это есть среднее Это есть среднее От Условного среднего Так Ну и теперь Ну и теперь, если сравнить, То поскольку Среднее Среднее Условного среднего Всегда равно Абсолютному среднему То получается, что Значит, среднее равны Из этого следует, что Приращения Приращения Еще не коррелированы Так Поэтому, значит, смотрите, что получается Получается Ну, это правда не какой угодно Мартингал А это Мартингал Ну, из L2 Так Ну и последняя теорема Значит, в другую сторону Ну, это, так сказать Ну, это не совсем обратно А, значит, теорема Ну, вот заключительная теорема Этого раздела И единственная теорема, которую мы докажем Ну, сейчас Тут доказательства в две строчки Но посмотрим Сейчас я успею их написать За минуту Значит, теорема такая Если Если КСИАТ Процесс С независимыми Приращениями Так А и Среднее постоянно То 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 КСИАТ Мартингал Относительно Ну, порожденной им фильтрации Так Так Сейчас Вот Ну Вот я не поймаю Сейчас Ну, кажется, уже нет у нас Время, потому что мы еще перерыв не делали А? Сейчас, пять минут еще есть А, ну за пять минут За пять минут мы успеем Добежать До границы Как говорил тот персонаж Значит Доказательства Значит С меньше Т Значит Смотрите, что получаем Значит Условное Среднее Можно записать так Значит, это есть Вот это Плюс Вот это Так Значит, при этом Это будет При этом это будет Вот это Ну и равное КСИАС Значит, так как Условное Среднее Разности Равно Нулю Значит, почему? Ну, а оно равно Оно равно Оно равно Просто их обычному Среднему Разности Значит, давайте вот это проверим Значит Значит Значит, давайте Давайте вот это проверим Почему 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 так? Ну, потому что Вот эта разность Она независимо С Вот этой сигма Алгебры Так Ну, независимо Это значит Она Независимо С каждым событием Из этой сигма Алгебры И поэтому Ну, по определению Следует, что Условное Среднее Нулевое Так А почему она Почему Почему эта разность Независимо С сигма Алгеброй Так Ну, потому что Она Независимо Из-за Приращений Так Потому что Кси Т-кси С Независимо Со всеми Кси Тау Кси Тау При Тау Меньше Либо равном С Ну, это Это из-за Независимости Приращений Так Значит Из-за Независимости Приращений А когда Случайная Величина Независимо Ну Ну С каждой Случайной Величиной Из некого Набора То То она Независимо Со всеми Из сигмалгебрами Порожденных Ну давайте Вот это я уже В следующий раз Поясню Чтобы это не комкать Потому что Это действительно В некотором Пояснении Нуждается Почему так Ну это Интуитивно Понятно Но Ну в общем Строго Ну В общем Надо еще Пояснить Вот Вот этот момент Ну он уже К мартингалам Не имеет отношения Ну это на самом деле Нечто Что можно было бы В качестве заготовки Сделать В условных Средних А Ну в конспекте Я в конспекте Между прочим По-моему Из этого Задачу Сделал Да в конспекте Это у меня задача Но давайте Я в следующий раз Это поясню Потому что все-таки Это Так сказать Теорема с доказательством Наверное Не очень Хорошо Так сказать Куски доказательства Загонять в задачи Хотя Хотя в этом Что-то тоже есть Вот Все Значит Давайте На этом закончим